Каб любить Беларусь нашу милую, треба в разных краях побывать. Зразумею, что дейчамо зверяю журавли на полисе летять. Край Припяти и Красуни, край высокородных и працавитых людей, маукливых и доброчинных, край родных лесов и болотов и невероятно прыгожих краеведов. Мы, шановные сябры, протягиваем нашу вандровку в поместинах Таймничого Полесе и запрошаем у вёску Пинковичем. Назва вёскки видовочно связана або с назвой Ракки Пины, або с самим городом Пинском, поблизу якого и находится само поселение. Первыми, как свечат исторические краницы, тут поселились казаки. Это были вочинные земли Андреевича, правыны, которые были даны князем Александром. Потом вёска переходила до князей Курцевича. Один раз она належала соколу войну. И так далее, всего не запамятать и не перечесть, сколько было. Но в конце 18-го года это уже были земли Скирмонтов. А первое летописное пригадывание пропадает на конец 15-го года, 1499 год. Тогда этой земли належали пинским францисканцам. Первое поселение было, где у нас сейчас начало деревни, находится там музей Якуба Колоса и дом инвалидов. Там было деревья такие, помню, огромные в детстве. Отмечается, что это было поселение, называлось казаки. И оттуда пошли фамилии. Фамилии Хихлюк, Безручка, Наверное, Лой. Вот такие, это считается, самые первые люди, которые там поселились. С церквой связан так самый интересный лес. Ее хотели взорвать в 1944 году, когда шло наступление на Пинск. И вызвали город, вез купинка, а потом уже и город. Але женщины упросили наших червоных командиров, чтобы они не взрывали храм. И клятвенно их заверили, что там нема немцев. Потом, в 1969 году, храм знову хотели закрыть. Потому что лечили, что у них мало приходжан. И снова на заступничество храма стали наши женщины. И они поехали в Минск, до митрополита Антония. И там выпросили, чтобы храм не закрывали. Церкву вы решили заставить. А на боженстве там стали проводить 12 раз на год. Для местовой жихары памятают, что ранее у Пинковичах стояли и другие будинки религийного и хромадского призначения и заховалися до наших дзен. Было здание, Гмина называли в народе. Даже упоминание, хорошее описание этого здания дается в книге Якуба Колоса «На Ростанях». Когда молодой Лобанович приехал и отмечался в этом, значит, о своем приезде. После в этом здании находился суд, которое это время, а после сельский совет. А при моей памяти, когда уже я начала ходить в школу, осознавать, что там находилась детская библиотека районная. Но прошло время, библиотеку оттуда выселили. И вот года два назад это здание было продано. И новый хозяин раскидали. Конечно, нам очень жаль, потому что это было историческое здание для Пинковичей. Особная сторонка в истории Пинччин и везки Пинковича – жице Якуба Колоса. Для тех времен он еще не займел славы народного поэта. А в Пинску он сестра у каханец своего життя Марии Дмитриевну Каменскую. А началось сестра, когда в 1904 году в Пинковичскую школу прибыл на працу молодой наставник Константин Мицкевич. Константин Михайлович работал в нашей везке всего два года. Это были неповные два года. И он покинул нашу везку в студии 1906 года. Это произошло из-за конфликта с паном, который не позволял людям пользоваться ракой. За бараньом им ловить рыбу, сбирать шарот. И вот по этой такой инициативе улады Константин Михайлович покинул нашу везку. Якуб Колос вельми любил эту местину и покинул, что я часто вспоминал. Пинковичы нашли свое алюстрование в поэме на Ростанях. Прототипами героев стали знакомые везковцы. А наставник Лобанович, как ведома, сам Якуб Колос. Гэтой везцы, да и в уголю всяму полесью, поэт просветил шмат вершов. Хоть бы раз ясша сдаецца, на палесе мне зернуть. Так душа туда ирвецца, пуще родный спел пачуть. Цекава, что написанное тут творы, он нияк не подписывал. На проконцы ставил только дату и месяцам Пинковичым. Как он их не стерег, но все равно рыба была в каждом доме. Ну и вот он решил, значит, приучить их. И все-таки там кого-то несколько человек поймал, человека 3-4, наверное. Я уже не помню, как бабушка рассказывала. И он, значит, добивался, кто за коперщик, кто первый пошел ловить эту рыбу. Но никто не признавался. А он, значит, составил такой, как бы, фамилии эти все. И среди этих фамилий должны показать первого. Но в то время у нас Пинкович в школе работал Якуб Колос. И он, вот, Кристиан, научил, как обхитрить пана, чтобы он не узнал первого. Потому что если узнает, кто за коперщик, то он его сильно накажет. И вот они, значит, он сказал, будем делать так. Будем расписываться по кругу. Круг такой. Я даже помню, когда кино снимали, даже показывали вот этот круг всех росписей. Ну и так расписались. Там была шапка какая-то, там, наверное, запрет на это или что. А под запретом этим, значит, все эти фамилии. Ну и он... Они отнесли пану, и пан так покрутил, покрутил в руках. И тут так и не понял, где же тут первый. Потому что там только был круг, а первых и последних там никаких не было. Зараз у Пинковичах размещается музей народного поэта Якуба Колоса на Днайменной улице. Некольки разов будинок модернизывался, а автором такой инициативы стал наставник Иван Калоша. Менавито дякуючи его идее, сучасная молодь мае махчымасть ближе познайомиться с житем и творчостью любитного беларуса. И на свое очи убачить, каким был побыт и умовы, у которых жил наставник Константин Мицкевич. История музея началась с простенькой, с теплой комнаты кабинета класса у Пинковичской школы. Засновальником музея был наставник беларусской мовы и литературы Иван Иосифович Калоша. Менавито он со своими вучнями и начал собирать книги, фотознанки, речи, всю историю, которая была про Якуба Колоса. Подставой для створения музея стала 70-го одзи поэта. С тих часов и по сегодняшний день его наведывают сперш-наперш в учни. Али часто собираются тут и аматоры беларусской литературы, владзачи розные импрезы. Не минаець наведаць родны для души мястины и нащадки Якуба Колоса, ягоны внучки Вера Даниловна и Мария Михайловна. А пошній раз яны побывали тут, калі у Святоварваранской церкве, дзе венчаліся Мария Каменская и Константин Мицкевич усталевали мемориальную дожку. Был у музея и брат поэта, який, даречу, посадзил тут бероску, якая расте и зараз. Засталіся на палесі яшча старажылы, які я памятаюць ті часы, калі адна вайна наступала хутка за папярэдній. Яны шы зведалі паўной беднасті цяжгару існаванні, цяжка працуючы і живучы у вельмі стіплых умовах. Адна з їх – Вольга Сідарана, ў гэтым годзе ёй 95 год. Так ўже склаўся ягей лёс, шта засталася яна сама жыць у малой хацы. Наведываюця я сусэткі сябровкі, каб сумны яснавання зробіць хаць крыху весалей. Яны памятаюць, як пяць год таму яна яшча співала песня, ля цепер смутак узяў верх. І адзіна, аб чым нам дайвалося доведацца – гэталад жыцця простага чалавека. Вспамінаюча свою маладось, Вольга Сідарана ўся шыдарыла гастею смешкай. Наші з болота жили, рибу ловили, ось такі в них були великі сетки, большущі, монаметру 50, вдвоє, за чайкою їде один, закидає, а потім висмикають з одного боку, з другого, висмикають на берог тою рибу. Велику повбирають, а малую викидають нам на ето, а ми щастя вже маємо, ходим, бігаєм, скорі ловим, аби нам малую украсти одіг, аби було шо, криша не зварити. Ось таке діло. А жэншіни пралі, зараз вони ще є, ай потасі, нітки діляли. Ето жэншіни, от з цієї пори, це ще накончиш його чистити, це волокно, начистенько, щоб воно нітку. Потім, такі є ця дерев'яне робили гребені, тут набиті так гвозді, отак як ця сєточка, і на цю сєточку це волокно обдирали. Получався, остається длінний цей волос, там тонкі нитки вже з цього получаються, а котрі так поблутані, з тих вже товщіший. Це звалися вже видерки, ото були на мешки, ну, на стани мужчиням, трусу вже-то не було, да, полотнялись. Ще в мене, от у 41-му году родився мій старший син, от, то потім не було ніяк так нигде лахи яких, а я була така справна, бігала, як була молодою дівчиною, в город до однеї клубніку полоти баби. І моя сестра старіша теж, нас вона так вподобала, і ми всі дав її пололи. Її був хлопець і дівчина, вже що там, її хочшалося яких бебиху. Я забирала дівчину, і я майстериця така, ну, на свої руки, то я шила по шию Павлу, яку-небудь сорочечку з якого платья, то так, то так, отак, омергували. А потім встали вже на цьому варстаку, от великому, як в Штаті, як ми кажемо, нашу хату ж було. Ще є, ще зараз берда є, все є, а там очки на дому. Бабуліна сябровка Ганна Єудакімовна, так само Карене Жихарко-Пінковичев, благая наставниця, розповіла, як харчувалися малиї діти, неровня нашим сучасним присмакам. Я очень хорошо помню, у нас було 4 дочки, де-то все-таки родители достануть сахар, вот этот кусочек сахара, квадратик, да, отец брав нож і його розбивав на 4 части. І в нас було 4 дочки, себе вони не брали этот сахар, але нам всем по такому кусочечку попить чай давали. А чай был такой, брали корочку хлеба, обжаривали його на огне, вложили или в кружку, или сразу там тадабыли горшочки, чугунчики такі, і вот так попили чай. А лиш відовочно вспоминаючи, що ты, а хоч і тяжкі і бедні часы, жіншіны напавняються радістю і шире усмєшка молоджа іх твары. Што ж було такого особливого, адмітнага і непавторнага тады і за минулым часам, такого прагнага зараз, але не досягальнага? Хто веде ці, откроюць нам гэты сакрет. Ну а зараз мы вертаємся ў Пінск, звядывши минулые вёскі, яка я маю шэстагодзю в історію.